так салютики друзья готовлю завтрак долго думала что я хочу на завтрак кашу саша еще не варил я решила ладно пока без каши коктейльчик не мой вот сейчас не хочется сейчас купила вот такой кстати он похоже по свойствам его с молоком обезжиренным делаю захотелось мне вот такого вот в общем взяла хлебушек черный намазала вот такой вот на мазочкой кто не пробовал с хрёном попробуйте вкусно сверху положу рыбку и авокадо и съем одно жареное яичко остальные саша да вот прям захотелось мне такого я понимаю что по калорийной сети конечно будет 400 чем-то в принципе неплохо для завтрака потом долго зато есть не захочется девочки там что-то вкусное еще вы туда прячетесь не критесь я положу ли солнышко не очень любит жаркой наверно хотя они живут где в бразилии откуда они там жарко по норам где-нибудь на ходе смотри что-то едят и мы что-то нашли и кушаем все приятного нам аппетита решили спортзале кушать я точнее решила саша тут дрых я спал короче почти 500 калорий мой завтрак не сильно надо быть пешком в театр с миланой идти приятного аппетита сашей в экшене как мы быстро тот дома кушаем тоже врачи фартанула дата смысле мне фартанула на их все давно не было действительно неделю три наверно не были мы до саша хочет да вот такие карабинчики да есть карабинчики без таких а хотя будет тоже разные и кольца и все что хочешь и щи может найдешь о нифига цепь она такая тоненькая набор хомутов всякие такие мелочи не было раньше этого сегодня просто не смотрел карабинах нету просто отдельно что можешь делать ехать в обе наверное там будет дороже здесь возьми пускай будет там еще всякое подумаешь кто-то гантельки сюда закинул ладно раз приехали сейчас быстро круг отбегу что тут еще есть саша меня уговаривает такой стул мне купить ну чтобы у меня был на отдыхе и релакс всего лишь 40 евро типа да можно лежа вот так вот можно сидя если выбрать как основной стул и за ним обедать быть неудобно потому что он низкий просто смотри горе сколько места занимает твои будем реалистами хотя бы я у нас в семье саша нас пять стульев обычных плюс еще вот такие плюс палатка плюс куча всего но у нас не по месяц я все я все представляю на багажник не поместится на покрывали лежать не я представляю как это круто но я как-то уже реально пытаюсь думать мы хорошо два осталось а сколько здесь возврат нет я в том плане что вы час купить пока есть будем багажник паковать если не поместится вернем а что вот это вот такая маленькая за 30 евро ну чё себе фигня 30 евро ну-ка покажи я вижу вижу по материалу не это вот это да тоже какая-то фигня я точно фигня на вас рекондиционер еще есть кондиционер ну вот это вот кулер для воды там что-то там есть это именно что он наполнен под водой охлаждает нормально я не знаю охладить ли он что-нибудь если надо бы даже вместо вентиляторов наших можно вентилятора не брать вряд ли он так прям дует можно взять домой протестировать и вернуть ну да надо протестировать наверно да включить посмотреть реально что он если он хорошо работает можно вентилятор вообще не брать посмотри что такое вентилятор чё-то 0 градусов какая-то другая фигня 3 градуса еще какая-то 10 градусов это что это уже именно функция кондиционера вишь с выходом для конденсата а это вот этот вот до air до кулер вот это вот три градуса ну почему 10 30 почему простой но только может насколько градусов температуру охлаждает вентилятором просто гоняет воздухом температура не меняется алькуль опту драй температура опускает на сколько градусов может быть надо тестировать можно посмотреть реально попробовать на даче включить протестировать насчет стула пока подумать мы все-таки его купили решили протестируем завтра на даче будет 35 две недели можем протестировать потом если не зайдет просто вернем посмотрим как реально работает если работает возьмем что почему нет правда на даче завтра будет тестировать 50 евро не так страшно только саша плюс к нему собирается еще вентилятор брать на всякий случай мало ли да да блин слушать сейчас сколько 35 до 30 лет еще 30 за 35 будет нет 30 ну а ты в куртке нормально же так я размешиваю себе соску саша распаковывать ножницы взял дамы и господа вашему вниманию сегодня представляется самый портативный комфортабельный охладитель воздуха охладитель воздуха не кондиционер какой вы могли бы только себе представить инструкцию мы конечно читать не будем все по гарантии сломается от 1 назад скажем не понравилось пойдет и так минуточку секундочку внимание вот оно маленький компактный колесики будешь прикручивать или нафиг пока не буду зачем они это тоже подумал зачем это то о чем вы даже не могли мечтать сколько тебе за рекламу заплатили вилка вилка с двумя штикерами европейская вилка европейская европейская мы же в европе они в жопе нахрена тут ничего что это дает и защита ничего не ставит не ублинительно или где-то искать да поставь он туда скраюшку ладно мы же не будем сочетать я думал здесь надо как-то открывать сзади это наверно вот так да и сколько заливаясь может все-таки почитаем она полностью не вытаскивается а шо ц на чем ась болиде инструкция сиди читай потом расскажешь так ну пошел холодок а можно без воды куда пошла а если без воды это просто вентилятор тогда да а зачем там вода внутри а можно как регулирует направление воздуха сюда о эти забивали вода охлаждается вода проходит через фильтр вот этот фильтр становится мокрой вода есть мокрая фильтр становится мокрой и потом воздух через фильтр мокрый проходит он становится холоднее это не кондиционер а вот такой вот охладитель воздуха помогает милан что такое свинг свинг таймер скорость есть еще смотри он можно на час на два на четыре тысяча слов поставила есть а что такое смотри нет это power поставь побольше посмотрим самую мощность ну и чо но подожди еще фильтр не пропитался непонятно а смотри я поставил на хай а он выключил этот водяной охлаждение там такой насосик он нагоняет по трубке в воду фильтр фильтр промокает но фильтр должен пропитаться успеть допитался жалко мне уже температуру замерить в доме до и после но у нас и площадь большая в принципе он небольшого размера вполне себе сносный да и дует нормально но вентилятор тоже шумит милан просто это еще и булькает а здесь видишь видно сколько воды ну вот максимум можно было полной заливать почему за ли еще это хотела пройтись и так люблю пешком ходить может пройдем за мороженком но он охлаждает по ощущениям надо знаешь нам какую-то небольшую комнату поставить его там к милане например закрытие окна и понять насколько он охладит не ну по ощущению когда вентилятор дует он дует просто воздух а здесь то холодно но я бы на всякий случай взял бы еще один вентилятор с собой одного этого будет мало если допустим два направления надо поставить он будет делать холоднее а второй будет разгонять а я саша говорю что пробки выбить выбит и выбит представь холодильник там будет гаджеты какие-то два вентилятора я насколько помню там так много не держит не знаю как там но на кемпинге в голландии во всяком случае ну слушаю работает круто я вот даже далеко отсюда от него сижу и даже здесь чувствую воздух дует и мне так прохладненько я вам скажу у нас дома и не было такой прям жарище для палатки точно хватит да и там еще вот такая штука шла в комплекте и тут стоит главное максимум черточка где она тут была вот мы подумали и там какой-то порошок там какой-то порошок и вот здесь вот я посмотрела на картинке нигде он даже не отображен но я не знаю я не все прочла может где-то о нем что-то написано мы строили догадки сами мы думали что может быть это наливаешь и потом туда подливаешь но почему так мало максимум там же емкость больше гораздо в общем ваши идеи вот сейчас ставьте на паузу пишите комментарии а теперь я вас расскажу вам расскажу к чему мы пришли мы пришли к тому что мы тогда залили воды там был порошок там был какой-то порошок немного да в общем эта вода моментально превратилась в гель видно наверное да вам короче он превратился в гель и походу это можно замораживать так нас по сашу предположили но может быть там все-таки почитать и потом вот в этот вот бачок с водой опускаешь то что написано что нужно холодная вода что было либо да будет холодно и вода будет холодная до долгое время как-то так у нас есть и другие охлаждающие элементы захотела милана идти пешком саши отвез в театр сейчас поедет забирать я прогулялась по всем местным магазинам вызвала саша у меня забрал удобно везет тебе что мне даже права не нужно мне лично водитель есть почти бесплатно смысле почти 40 центов за 100 километров не они не 40 60 или 70 центов за 100 километров за 100 заправка у нас такая вот только потребляет как на ужин у нас макароны в сливочном соусе с сыром чики наггетсы купила в лидли так жарко что не хочется долго стоять заморачивать что-то делать тем более когда сам худеешь себе сделаю салат с умцом а еще огурчик порежу что артем вон там накладывай так это моя поляна осмотрим мы сегодня что да и включили себе опять этот охладиться дома душно и вообще-то в кассу мы его купили мы сейчас сегодня завтра дома я думаю вовсу его будем использовать не поможет озеро нам завтра может не поедем решим долго думала за что взяться все пошли спать поучиться либо поутюжить такая маленькая горочка уже несколько дней стоит как проява от своей гладильной доска несмотря на то что жарко я решила все-таки добью чтобы уже все убрать глаз долой и ждать новую партию которая сегодня перестирала иначе затянется это дело мне после этого еще бы до учебы дойти было бы неплохо он слышите пищит когда он нагревается он пищит знак дает танюха стартует все друзья с вами прощаемся до завтра танюха стартует я думаю я за минут 20 управлюсь сколько там эти можете немножко себе переоцениваю но нет там основном постели она конечно такое с вами прощаемся в общем мы до завтра обнимаем крепко завтра у нас обещают 35 чувствую будем дохнуть не знаю что будем делать есть мысль поехать на озеро на одно новое на котором ни разу не были но это не точно потому что была мысль тоже и на даче потусить но в такую жару наверно тяжело будет в общем мы как всегда строили строили планы но не настроили все друзья всем пока хороших вам выходных